Здравствуйте, уважаемые посетители нашего канала! Сегодня я вам хочу рассказать о результатах применения препарата Байкал М1, о котором мы говорили на канале Процветок, о его влиянии на проростки кукурузы. Здесь вот в баночках у меня были разные варианты эксперимента, был контроль, чистая вода, также была обработка семян перед началом проращивания, в соответствии с рекомендациями 5 капель на 200 мл воды и выдерживание в течение 1 часа, ну, немножко с увеличенной дозой, добавление Байкала для проращивания семян. И вот смотрите, что получается. На самом деле никаких позитивных эффектов от применения вот именно этого препарата для проращивания предпоседной обработки семян не было обнаружено никакого. Я бы даже сказал, что эффект скорее отрицательный. Но вот это вот контроль, где семена проращивались просто в чистой воде. Варианты, где применялось предпоседное замачивание, вот в той дозе, о которой я сказал, 5 капель на 200 мл воды, эти варианты вообще ничем не отличались от контроля. То есть вообще никакой разницы нет. Вообще контроль здесь лучше всех выглядит на самом деле. Вот он тут в нескольких повторностях сделан. Ну, а в тех вариантах, где добавлялся Байкал М1 в различных разведениях, больших или меньших, ситуация была всегда хуже, чем в контроле. Больше или меньше ситуации. Там, где он добавлялся в больших количествах, относительно больших, ну, скажем, это столовая ложка на стакан воды и в этой воде проращивалась, там наблюдалось достаточно сильное угнетение. А там, где он добавлялся в средней дозе, примерно чайная ложка на 200 мл воды и в этой среде проращивался, там происходила стимуляция фитопатогенных грибов, в том числе фузариоза, который находился на семенах. И даже в контрольном варианте эти грибы совершенно, можно сказать, не разрастались, то есть растения сами с ними боролись, а там, где добавлялся этот Байкал, такой большей концентрации, там происходило угнетение растений, как следствие пошли расти вот эти всякие грибы фитопатогенные. Поэтому, поскольку никаких эффектов на уровне прорастания семян, выращивание проростков не обнаружено, то, в общем, считаю, что вот это средство для предпоседной обработки семян является совершенно бесполезным. Применять его нет никакого смысла. Ну, а некоторое угнетение растений от действия этого препарата, я считаю, что оно может быть связано с некоторой повышенной кислотностью этого раствора и увеличения концентрации дает лишь отрицательные эффекты. Как оно влияет, вот это составляющая или сам препарат на процессы компостирования и приготовления зеленого удобрения, смотрите в наших выпусках на канале Процветок. Там много интересного уже есть, и еще очень много интересного будет. На этом я с вами прощаюсь, задавайте свои вопросы, смотрите обзор этого препарата на канале Процветок, и будем общаться. Всего хорошего!